Итак, всем привет! Мы продолжаем изучение языка C-Sharp. Сегодняшняя тема – константы, поля и структуры для чтения. Мы знаем, что такое переменная. Переменная – это то, что мы можем, скажем, записывать какую-то ячейку памяти и потом изменять, то есть переменять. Константы – это противоположное, то есть мы можем только один раз что-то присвоить и больше, скажем, нельзя. Зачем это нужно? Например, мы хотим, чтобы все знали, что это константа, во-первых, то есть чтобы никто другой не вписывал сюда, не менял значение. Для этого негласно мы имя константы пишем с большой буквы, то есть это не обязательно, но мы пишем все буквы константы с большой. Во-вторых, мы хотим сказать, что это какая-то известная константа, либо она введена нами для программы, и мы не хотим, чтобы она менялась. То есть основная идея константы – мы не хотим, чтобы это, грубо говоря, переменная, менялась. То есть это уже не переменная, а константа. Для выделения константы в программе служит ключевое слово const. То есть первая константа должна быть проинициализирована при определении. То есть если мы ее не проинициализировали, мы не можем к ней обращаться. То есть если мы здесь к ней обращаемся, то будет ошибка. Давайте проверим. Вот на данный момент ошибка на этапе компиляции. Мы видим, что надпись «Const file requires a value to be provided». Вот, то есть константа должна быть определена. А здесь мы пытаемся изменить значение «e» константы, и мы этого не можем сделать. Что нам пишет? Нам пишет «The left-hand side of an assignment must be a variable, property or indexer». То есть так как это константа, мы не можем это сделать. То есть первая константа обязательно должна быть проинициализирована на этапе компиляции. Что такое этап компиляции? Этап компиляции – это когда мы написали структуру нашей программы, и в данном случае Visual Studio запускает автоматический компилятор, проверяющий, линковщик, я не разбираюсь чуть-чуть в них. Идея в том, что он автоматически проверяет нашу программу и смотрит, есть ли какие-то ошибки. А этап, то есть есть этап компиляции и этап выполнения, как-то так. То есть выполнение, когда мы запускаем программу, тогда у нас могут присваиваться другие значения в зависимости от действий пользователя и так далее. Этап реализации, как-то так. Ну, мы сейчас прочитаем. То есть константа должна быть проинициализирована при определении, и после определения значения константы не может быть изменено. Константа выделяется ключевым словом const. Окей. Так, на что нас просят обратить внимание? А также, что константа — это, по сути, статическое поле. То есть константа неявно это public, static, double и так далее. Вот, но еще и с запретом на изменения. Поэтому нет смысла определять static, помечать константу модификатором static. Вот, то есть мы можем использовать константу, где хотим, да, то есть в этом нет ограничений, нельзя ее только менять. Окей, тогда что такое поле для чтения и в чем разница? То есть фактически это то же самое. То есть мы говорим, что это поле можно только читать, присваивать в него ничего нельзя, просто так. Но идея в другом. Идея в том, что вот так можно инициализировать сразу при создании и в конструкторе мы тоже можем инициализировать. То есть read-only поле может быть проинициализировано на этапе выполнения. Вообще, зачем идейно нам такое поле? Зачем нам поле только для чтения и в чем разница константы, кроме того, что оно может быть вот так проинициализировано? Идея в том, что мы хотим, чтобы данная переменная, например, k, была проинициализирована только один раз. То есть мы можем ее вообще сразу не инициализировать и хотим убедиться, что когда она проинициализируется, то в следующий раз мы ее не будем инициализировать. То есть если у нас цикл из 100 инициализаций, то сработает только первый. Вот в чем идея. Это аналог, грубо говоря, шаблона single-tone, когда мы хотим, чтобы что-то проинициализировалось только один раз. Ну, допустим, или присвоилось. Вот, то есть это та же константа, но может выполняться на этапе выполнения. Надеюсь, это понятно и вы запомнили, что такое read-only. И она помечается ключевым словом read-only. Вот. Что нельзя? Нельзя сразу присваивать значение просто так, то есть в статическом блоке или при создании, или как-то так. Вот так нельзя. Поля для чтения нельзя установить вне своего класса, то есть поля для чтения устанавливаются именно в этом же классе. Окей. Давайте сравним с константами. Константа должна быть определена во время компиляции, а поля для чтения могут быть определены во время выполнения программы. Соответственно, инициализировать константу можно установить только при ее определении. Поле для чтения можно инициализировать либо при его определении, либо в конструкторе класса. Константы не могут использовать модификатор static, так как уже не явно являются статическими. Поля для чтения могут быть как статическими, так и не статическими. И последние структуры для чтения. Мы можем определить такую сущность как структура. Это аналог класса, но в нем есть разница. Они хранятся не в куче, а в стеке. Хотя есть исключения, но мы пока о них не говорим. То есть мы можем применить read-only свойства к структуре. При том, что если мы это делаем, то в структуре все должно быть, грубо говоря, все поля должны быть read-only, то есть для чтения. И здесь мы видим поле read-only, которое в конструкторе может быть присвоено. То есть здесь мы по умолчанию его сразу не присваиваем. То же самое и свойства касается, если мы делаем структуру read-only поле. Указывать read-only не обязательно. То есть оно подразумевает, я так понимаю. Давайте проверим. Вот, давайте не будем read-only делать. И смотрим, что у нас действительно нет никакой ошибки. Свойства только для чтения по умолчанию. То есть оно подразумевает, что если у нас есть read-only структура, то вот все внутри у нас тоже read-only. И мы не можем потом вне класса что-то там менять. Только можем использовать конструктор и сразу один раз присвоить и больше не присваивать. Надеюсь, суть ясна. И мы поняли, для чего нужны константы, для чего нужны read-only поля и структуры. В принципе, они не так часто используются, хотя вот константы очень часто используются. read-only поля тоже частенько используются, но чаще в таких стандартных библиотеках я их видел. На практике не слишком часто их видел. Вот, может, не сталкивался с такой спецификой. Вот, ну и структуры обычно не видел, потому что не часто создаются просто так структуры. Чаще они делаются для либо экономии памяти, либо повышения скорости, ну, как-то так. Вот, окей. Надеюсь, этот урок был полезен. А с вами был ArtDragon. Всем пока.